Приветствую вас, ну, про спортзал вам, в принципе, уже рассказали, да, что здесь вы как бы ходили не для себя, а для одобрения мужчин, вот, что является в корне неверным, потому что нужно делать для себя что-то. Нужно делать искренне это, тогда и, соответственно, вас будут замечать, тогда, соответственно, к вам будут лучше относиться, вот, если вы будете делать именно, ну, именно для себя, если вы будете это делать, не для кого-то другого, вот. Мне думается, что проблема не в том, значит, что мужчины выбирают ваших более красивых, значит, ну, как вы говорите, более красивых, сад рук или соседок или партнеров, вот, по упражнениям, а проблема, на самом деле, в том, как вы себя ведете. То есть, я думаю, что у вас есть очень жёсткое, сильное непринятие от себя, потому что вы хотите сделать рино, вы хотите поменять свое лицо, вот, таким образом вы надеетесь чувствовать себя лучше, и самое главное, вы надеетесь, что мужчины будут на вас обращать внимание, вот. Ну, то, что вы получите, да, по итогу, может быть, внимание это к вам будет и больше, но вот это внимание, оно будет очень поверхностным, и закончатся такие отношения у вас достаточно быстро. Собственно, так как это уже заканчивалось, я вот прочитал ваши другие вопросы, которые вы задавали, да, что мужчины у вас пропадают после месяца знакомства с вами, вот. Это не случайно, потому что у вас, вот я смотрел ваши фотографии, да, вы достаточно, ну, такой, если не сказать грустный человек, то такой склонный к подавленности, к манхолии, вот. То есть здесь у вас есть внутренние противоречия, да, что в купе с вашей попредностью возможно быть мужчинами, в купе с тем, что вы сравниваете себя с другими, в купе с тем, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть, вот. Вот. И в купе с тем, что вы не делаете для себя, вот, да, делаете, грубо говоря, для других людей, вот. Вот. Вот всё это вместе, ну, я полагаю, создаёт у мужчин, как раз-таки, нежелание с вами взаимодействовать. То есть дело здесь не в том, да, как вы выглядите, а в том, какие у вас цели. Дело здесь в том, какие у вас желания. Дело здесь в том, чего вы хотите. Дело здесь в том, для чего вам мужчина вообще нужен, зачем он вам, вот. Дело здесь в том, как у вас обстоят дела с реализацией. С реализацией именно собственной реализации, вот. Ну, вот на какие моменты вам нужно обращать внимание. А не на то, чтобы менять свою внешность там, или искать, значит, мужчины, искать партнёров и так далее. Сравнивать себя с другими, вот. То есть, вот, давайте, как бы, ну, сначала, да, давайте сначала. Вот вы говорите, что, значит, что ходили, начали ходить в спортзал, да, чтобы подтянуть фигуру. Зачем? Чтобы найти мужчину. А зачем? Понимаете? Дальше. Значит, я сама по себе худая, хотел стать более потянутой, в итоге хотелось на дёрку 3 месяца. У меня стала очень красивая фигура. Супер. Только, как бы, цель. Но я увидел, что мужчины, как и раньше, смотрят на моих более красивых наличных подруг, и, судя по всему, до одного места, что я занимаюсь в зале, а давно больше по-другому. То есть, почему вы считаете, что мужчины должны были оценить то, что вы делаете, вот, Татьяна? То есть, понимаете, что вы делаете, это не для себя, а для них. Вот, потому интерес пропал. Так оно, в принципе, всегда, так происходит всегда. Если человек в своей деятельности ориентируется не на себя, а на других, то вот так и получается, что интерес пропадает. Потому что интерес зависит от других людей. И вы обратные связи от других людей не получили, и всё, и, соответственно, уже вам это не интересно. А почему? Как бы. То есть, ну, почему вы хотите обратные связи от людей? Потому что вам что-то не хватает. Вот. Потому что вы в чём-то нуждаетесь. Вот. А в чём вынуждаетесь? Тогда. Да? Вот. Вот. Вот это и нужно выяснить. В первую-то, в первую-то очередь. Понимаете, да? А чём идёт дальше? Дальше. Значит, сравнение, эээ, на моих более, значит, красивых, на людях подруг. А вы считаете, что вам нужен вот такой мужчина, который смотрит на ваших красивых, ну, на ваших более красивых на лицо подруг? Если вам нужен такой мужчина, который смотрит на красивое лицо, или какой? Если вам нужен такой мужчина, делайте себе пластическую операцию, и, ээ, делайте себе идеальное, по вашему мнению, лицо будет смотреть на вас. Смотреть будут только. Какие вы отношения сможете построить, если будете основываться именно на только том, что они смотрят? Ну, для меня загадка. Для меня загадка. Какие отношения вы построите, если будете ориентироваться именно на это. Поэтому здесь я бы, наверное, предложил бы вам со своими приоритетами поработать. Немножко. То есть, в том смысле, чтобы, ну, посмотреть на свои приоритеты, какие они у вас. То есть, ээ, вот вы завидуете, да, завидуете подругам, или сравниваете себя с, эээ, другими людьми. А почему это происходит? Опять. Завид происходит, потому что вы не реализуетесь сами. Вот. Завид происходит из-за, значит, непринятия себя, из-за неверных представлений. Откуда у вас же имеют место быть и, собственно, комплексы. Вот. То есть, все комплексы – это неверные представления, ложные представления. Вот. Это с одной стороны. С одной стороны. А с другой стороны, да, с другой стороны, вы, на самом деле, не реализуетесь. То есть, видимо, видимо, у вас нет реализации, собственно. То есть, вы не добиваете чего-то, вы не становитесь профессионалом высокого класса своих, ну, своих начинаний. Вы не добиваете успеха, не добиваете успеха. Вот. Это такой момент. И еще один момент – это то, что у вас есть стыд. То есть, вы себя такой не принимаете. Мужчины чувствуют это. Они чувствуют не то, что вы, там, обладаете несовершенным или менее красивым лицом, например. Они чувствуют то, что вы в себе не уверены. Они чувствуют то, что вы несете в себе негатив. Ну, внутри вас есть негатив. Внутри вас есть проблемность. И эту проблемность мужчины на уровне интуиции чувствуют. И поэтому с вами не взаимодействуют. Понимаете? Вот. Будь вы немножечко личностно более зрелый, вы бы понимали, что не во внешности дела, да, а в поведении человека. В том, как он себя презентует. Как он себя сам репрезентует себе. Вот. Именно поэтому, именно поэтому, некоторые полные мужчины, да, пользуются огромным успехом у партнеров. Так и женщины полные также пользуются огромным успехом у партнеров. И что-то внешность им не мешает. Потому что это не вне, не во внешности дело. И сексуальность это не подтянутая фигура, а поведение. То, как человек себя ведет. Хореография его движений, его отношения к себе, его восприятие к себе. Если человек любит себя сам, то и другие его любят. Если человек себя не любит, а вы себя не любите, потому что вы хотите себя поменять, то и вас любить не будут. Вот и вся история. Поэтому здесь я предлагаю сперва поработать именно над принятием себя, над тем, чтобы вы себя полюбили. Это не какая-то история такая, что, знаете, ну, что вот сказал, да, что нужно себя полюбить. И все, вы себя полюбили, и все проблемы ваши сразу решились. Нет, это не так. Любовь к себе это работа. Это коррекционная работа. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что вот эти вот представления о себе, которые вы, ну, получили, эти представления о себе, они у вас, эти представления, да, они у вас появились не только что. Вот. То есть вы, это же не первый ваш вопрос, вы же задавали вопрос уже не один раз. Вот. То есть у вас есть проблема женского поведения, потому что вы не можете сблизиться с мужчинами, да, они пропадают там спустя определенное время. Вот. Это может быть запрет, это может быть запрет на, как раз таки, это может быть запрет на поведение, ой, запрет на близость с мужчинами, запрет на замужество. Родительский, родительский запрет, знаете, родительский запрет, запрет. И, как бы, вот этот момент, этот момент, да, он очень важен, он очень важен здесь. То есть вот эти, вот эти все вещи, да, их нужно анализировать, эти все вещи. Все эти вещи нужно анализировать, корректировать, и тогда, возможно, вы сможете наладить свою личную жизнь. Уже сейчас я могу вам дать небольшую рекомендацию, уже сейчас, да, уже сейчас я могу дать вам одну небольшую рекомендацию. Она будет звучать примерно так. Найдите себе дело, дело своей жизни, и занимайтесь этим делом своей жизни, вот. И если вы будете заниматься этим делом, если вы станете добиваться успехов там, в этом деле, то я уверен, я уверен, уверен, что и все остальное у вас будут. Потому что люди, ведь очень важно еще то, как вы выстраиваете отношения с людьми. То есть вот, что вы делаете, когда, грубо говоря, значит, ну, приходите в тренажерный зал, да, там, и, ну, качаетесь или что-то, что-то типа того. Вот. Что вы делаете? Вы выставляете себя на показ, да, просто, по сути, вот, посмотрите, говорите вы, как бы, вот это я, вот товар. И ждете, что вас кто-то купит, купит. Какие отношения будут в таком случае устраиваться? Это странно, что пытаться выстраивать отношения, да, там, ну, грубо говоря, на вечеринках, в клубах, на сайтах знакомств, да. Вот. То есть, ну, там серьезные отношения не построить, в этих местах серьезные отношения не построить. Вот. Серьезные отношения можно построить только там, где есть совместная деятельность. И желательно, чтобы эта совместная деятельность, да, чтобы она была, ну, скажем так, творческой. Вот. Понимаете? Чтобы вот эта вот совместная деятельность ваша, чтобы она была творческой, эта деятельность. Вот. Чтобы, чтобы, эм, вас реально с мужчинами, да, вот, ну, с мужчинами, с мужчиной что-то бы объединяло. Что-то реальное. Понимаете? Вот. И тогда на внешность человеку будет плевать. Тогда на внешность вашего человеку будет просто плевать. Он, ему будет все равно, какая у вас внешность. Ведь он увидит вас, э, как личность. Вот. И разве не это является, 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 э, э, источником, э, по-настоящему таких вот, серьезных отношений? Мне кажется, что именно это. А, как думаете вы? Вот, пожалуй, так можно вам ответить на ваш вопрос. Обратите внимание, что вы не задаете вопроса. То есть, вы, вот, пишите, что, так, мне по-настоящему обидно, что никто не ответит на моих стараниях. Так и не должны вы, если вы это делаете для себя. То есть, у вас, знаете, у вас уже есть завышенные ожидания, исходящие именно из того, с чем вынуждают. Вот. Нуждают, нуждаетесь вы в чем, да? Нуждаютесь вы, например, в одобрении, может быть, в любви, может быть, в чем-то еще, да? Вот. А ждете этого от мужчин? Как правило, человек ожидает одобрение от родителей. Ну, как правило. То есть, если вот человек ждет, ждет, полностью его оценит, да? То, как правило, я повторюсь, как правило, здесь дело в родителях, как правило. Ну, и, соответственно, к вам, к вам вопрос, да? Как у вас складывались отношения с родителями вашими? Вот. Насколько, насколько ваши отношения с родителями, допустим, были адекватными? Ну, гармоничными, гармоничными. Вот. И так далее. Вот. Это важный момент. Это важный момент, если вы хотите с этим разобраться. То есть, вы идете не по тому пути, вы выбираете самый очевидный путь, самый легкий путь, а правильный путь тот, который сложный. Как это не парадоксально звучит. Понимаете? Самый правильный путь, это путь, который тяжелый. И либо вы будете идти по этому пути, по пути личного роста, по пути обретения, значит, личностной зрелости своей, либо так вечно будете гнаться, будете гнаться за одобрением, за оценкой, по пути, которая для вас всегда будет условной. Потому что по вашему мнению, по вашему мнению, вас могут полюбить, вас могут оценить, только если вы что-то сделаете. Ну, то есть, если вы что-то предпримите, тогда если вы станете какой-то. Хотя, в действительности это не так. Это не так. В действительности это совсем не так. Так что, вот, я думаю, таким образом можно здесь прокомментировать. Только работаю над собой, даже не плане зала, а всех, но выбираю всегда более симпатичное лицо девочек. Ну, опять же, как вы работаете над собой? Для чего вы работаете над собой? Для чего вы работаете над собой? Понимаете? Опять же, если вы работаете над собой, чтобы получить то-то вам нужно, то там артистский труд. Стану себе работать над собой и сделать еще раз для себя, а не для других. Раскрывать, ну, свои способности, свои врожденные способности и развивать свои навыки. А не стараться достичь чего-то, да, что, может быть, к вам отношения вообще никакого не имеет. Вот какая позиция является адекватной. Вот какая позиция является конструктивной. И заметьте, 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 пожалуйста, как вы говорите, да, как вы говорите, что, значит, я не вижу интереса, потому что никто моих стараний не замечает. То есть, начинаете что-то делать, а потом отказываетесь от этого. То есть, отказываетесь от этого делать, потому что вас не оценили. Ну, это может быть психологическая игра, с целью которой является вот как раз доказательство. Доказательство того, что все бессмысленно, что нет выгода. Что без тупик. Вот про психологическую игру тупик вы можете почитать в интернете сами. Она достаточно подробно описана у Бёрна. Ну, как вариант, да. Ну, вот, посмотреть психологическую игру такую. И после этого выбрать себе психолога на нашем ресурсе можно даже. И начинать работать, начинать работать по этим аспектам, которые я выделил для вас. Потому что по-другому вашу проблему не решить. То есть, тут самое, что печальное, это то, что даже если вы измените свою внешность, да, проблема не уйдет, она все равно останется. Проблема все равно останется, потому что она в вас проблема. Она в вашем восприятии, в восприятии себя. Она не в вашей внешности. Либо вы для себя это поймете и примете, что, допустим, все, что вы делаете, например, сейчас. Вот. Это все просто бег от себя. Это все просто бег от себя. Все просто побег от себя. Либо вы это примете и будете работать над собой, да, именно работать. Сейчас для вас это трус. Сейчас для вас это, знаешь как, такая каторга, да. Вот. А каторга это быть-то не должно. Каторга это быть не должно. Это не каторга, это очень интересно на самом деле. Вот. Это очень интересно, если раскрывать себя. Ну, пока что не в этом случае. Ну, ничего, все это корректируется. Вот. Так, выбирают всегда более симпатичных на лицо девочек. А ничего выбирают, Татьяна. Зачем выбирают, Татьяна? Почему вы так хотите, чтобы выбрали вас? Зачем? Зачем вас выбирать? Понимаете? Мне кажется, это вот те аспекты, которые необходимо вам разобрать. Потому что, ну вот, то что вы делаете, то что вы делаете сейчас, это просто стремитесь к тому, чтобы что-то получить для себя через тех же, ну, через тех же мужчин. А это так не работает. Немножко. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Вот. Сформулируйте свой запрос, чего вы хотите. От психолога все-таки. Что вам нужно? От психолога все-таки. Чего вы хотите от психолога все-таки. Вот. И после этого уже можно будет просыпать к работе. Пока. Ну, пока вы просто пожаловались. Ну. Ну, пожалуй. И что? Да. Дальше. Что дальше? Дальше что делать это будет? Непонятно. Вот. Поэтому, как бы, это называется принять личную ответственность. То есть, не винить внешние факторы. Такие, как внешность, подруг, и так далее. А принять личную, личную ответственность. Это сложно, это не всегда легко, но, тем не менее. Только это является единственным путем к тому, чтобы стать в жизни счастливым. принять личную, личную ответственность за все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.